Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих. Так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Говорить мы сегодня будем о синяках. Не потому что бьет меня кто-то, потому что часто люди, наблюдатели замечают, что даже забыли, откуда поставили синяк. 16 июнь. День Луки-Лиана. Назван в честь жития и страдания святого священномученика Лукиана. Названный родителями Лукием, то есть блестящим, с умножением в нем Божьих дарований приобрел он совершеннейшее имя. Нарекшись Лукианом, что значит светлоявленный. Это было указание, что в свете новой благодати он будет светом миру о Господе. В преклонной старости был пойман, отказался поклониться ложным богам. За это был жесток обид, а потом усечен мечом. В народе этот день прозвали днем Лукиана-Ветреника. Оказывается, в это время достаточно часто и регулярно дуют сильные ветры. По направлению силы ветра наши предки определяли погоду на ближайшие дни и месяцы. Так южный ветер предвещал хороший урожай яровых. Северо-западный – дождливое лето. Восточный ветер – болезни. Северо-восточный – сильные ветра. Приметы. Если вихр медленно поднимается к небу с земли и долго вращается, в ближайшие дни жди хорошую погоду. Провивной дождь в этот день предвещает урожай грибов. Вопрос только, как у нее есть. Я уверена, что многие ее любят и верят, и знают про ее пользу. В морсе могут. Но морс тоже. Во-первых, петельная обработка, о которой мы говорили. Во-вторых, там такая сладость, она, конечно, вот лично у меня, да, вот я сладкая, редко ем. Ну вот сегодня выпил молочный коктейль сладкий в магазине. У меня прям пленка в горле стоит. То есть вот этот сахар как-то прям, вот он прям мешает мне. Сахар сушен, в целом. Да, вот. Вопрос, как сделать эту клюкву вкусной? Ну вот правда. Как ее сделать вкусной? И вот для этого… А я пока уж ялочка съела, да? И для этого как раз и существует наша целебная кулинария. И для того, чтобы вот этот полезный продукт мы съели и получили из него вкусное и полезное блюдо, которое будет укреплять наши сосуды. Итак, мы с вами примерно взяли грамм 100-150, может даже 200, да, клюкву, сразу витамин В, витамин С, который будет укреплять наши сосудики, десны сделать хорошую. Теперь мы берем… Всю зелень? Да, теперь мы берем зелень. Так, тут осторожненько, что тут какая-то леска имеется. Леска имеется. Опа, есть. Съедим мы сразу вот столько зелени. Я сразу? Да. Но я буду целый вечер суху не подтягивать. Да, 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 да. А вот в нашей целебной кулинарии мы это все… Слушайте, вот те, кто смотрит нас сейчас в первый раз, они, наверное, в шоке. Что это, говорят, они закладывают в блендер? Зелень. Зелень, да. Причем какую зелень? Петрушку, укроп. Они, говорят, еще кинь сюда положили. Ну, то есть то, что едят с акульцам и помидорами. И смотри, мы даже можем с тобой добавить корочку… Лимончик? Лимончик? Цедру? Да. Она мытая? Да. Она мытая. А не будет ли кислой? И клюква это кислая, и лимон это кислая? А мы сюда добавим еще меда для того, чтобы у нас это все не было кислым. Ну, то есть чесненько. Давай. Это мы сюда. Да. Можно все? Тогда помой, пожалуйста. Давай. Готовим. Ну, дайте я тем, кто впервые сегодня на нас смотрит, скажу, вы даже себе затрудняетесь в самых смелых фантазиях представить, какая вкуснятина получается у Геннадия Малахова, когда он делает свои фирменные смузи. Вот все, что сейчас полезного и для сосудов, и для иммунитета, вот оно здесь все есть, но просто это взбить в блендере мало. Должна быть основа. Основа. И это основа кисломолочный жидкий напиток. Но я вот каждый раз, когда прихожу, я очень говорю, давайте наряженки. Вот такая вкусная. Давайте наряженки. Но можно и на кефире. Можно на кефире. Тринадцатая лунная сутка. Дело идет к полнолунию. Приливная волна в океане вновь набирает силу. А в организме усиливается циркуляция всех жидкостных сред. Крови, лимфы. Усиливаются и обменные процессы в организме, ведущие к его обновлению и умоложению. Что касается энергетической активности, то есть энергия находится в пищеварительных органах, от работы которых во многом зависит обновление тканей. Чтобы максимально использовать особенности этих суток, ешьте только свежую пищу. Пейте свежие соки, обновляющие кровь, яблочные и свекольные. В готовые блюда добавляйте по горсточке проросшей пшеницы. Приливаются совместные действия, направленные на получение и обмен знаний. 14 лунные сутки. Энергетика лунных суток постоянно возрастает и это начинает неблагоприятно сказываться на работе организма. В этот день рекомендуется ограничить поступление жидкости в организм. Особенно касается чая, кофе, сладких напитков. Лучше пить талую воду, которая промывает организм и обладает мочеводным эффектом. Полезно выполнять любую физическую работу, получать новые знания. При этом не надо перегружать зрение. Не рекомендуется подчиняться меланхолии, тоске и различным страхам. очень хорошо занимается ароматерапией. Она укрепляет тонкие тела и поднимает настроение. А также приучает к восприятию тонких ощущений. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровьица и до новых встреч!